Здравствуйте, вы смотрите Седьмой канал. В студии Алена Мальцева сейчас о последних событиях в стране и мире к этому часу. В Мексике среди бела дня похитили людей. Группа вооруженных людей ворвалась в престижный ресторан на пляже города Пуэрто-Валерьярто. Подробности далее. На популярный туристический курорт захватчики подъехали на внедорожниках около Полония. Зашли в ресторан и приказали посетителям сесть в машины. Точное число похищенных неизвестно. Местные СМИ говорят о 16. По факту похищения возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Правоохранители также разыскивают четырех женщин, которым удалось скрыться от похитителей. Следователи изучают видео с камер наблюдения и проводят допросы, чтобы найти виновных. Мы также сотрудничаем с федеральным правительством, с муниципальными властями. Мы не можем терпеть таких действий и позволять кому-то их совершать. О гражданстве и личностях похищенных пока не сообщается. Местных жителей и туристов призывают сохранять спокойствие. Мы работаем на земле и в воздухе. Я хочу сказать жителям Пуэрто-Вильярты, что ситуация под контролем, и они могут выходить из домов и работать. Можно продолжать нормально жить. По мнению правоохранителей, происшедшее не связано с действиями международных террористических группировок, а скорее всего является выяснением отношений между местными преступными бандами. Подобные похищения в Мексике не редкость. В зоне АТО за сутки ни один украинский военный не погиб. 8 раненые боевики активизировались на Луганском направлении. Они обстреляли из самоходной артиллерии жилые дома. Разрушена пятиэтажка, еще 5 домов повреждены. Жертв среди населения нет. Одна женщина ранена и доставлена в больницу. Донецкий напрямок. Минулая доба отзначилась интенсивным использованием минометов с боку незаконных оружийных формований. За подрахунками Генерального штаба, боевики выпустили щенайменше 160 минометных снарядов вдовремя усиленной линии Зітнення. Эпицентрами боевой активности противника вчера были певничные околицы Горлевки, а также Авдеевская промзона. На этих участках произошло две третины всех фактов порушения режима тиши. В Авдееве оккупанты открывали огонь с дебольшего в день. Через агрессивные действия оккупантов, украинские войска открывали огонь в ответ. Нацбанк в честь 25-летия независимости Украины выпустил золотые монеты. Их продадут на аукционе. Монет 400, вес каждой больше 62 граммов. Номинал 250 гривен. Первый аукцион пройдет 17 августа. Также выпустят 3,5 тысячи серебряных монет номиналом в 20 гривен. Цены на нефть будут падать. Об этом говорят аналитики американского банка Morgan Stanley. Нынешний скачок спровоцирован отчетами ОПЕК и Международного энергетического агентства. Ралли на нефтяном рынке привело к тому, что трейдеры, закрывающие короткие позиции, добились роста цен на черное золото почти до 49 долларов за баррель. Но аналитики говорят, в среднесрочной перспективе они могут снизиться. Рост запасов нефти в США и высокая добыча странами ОПЕК может спровоцировать падение. Индийские волонтеры чистят пляжи Мумбаи. Делают это уже 9 месяцев, работают по выходным. За это время удалось собрать около 2,5 тонн мусора. Но работы еще много. Детали в следующем сюжете. Компанию по очистке запустили в октябре прошлого года. Все начиналось с пяти добровольцев. Сегодня их здесь уже 200. Каждые выходные они приходят на пляж собирать мусор. Активисты пытаются донести до властей и жителей мегаполиса, что проблема загрязнения пляжей и прибрежных вод Мумбаи достигла тревожных масштабов. И только очисткой пляжей здесь не обойтись. «Придется принять краткосрочные меры и долгосрочные меры. Многоэтапные. Уборка пляжей решит лишь часть проблемы. Еще есть канализационные стоки, которые выходят в море напрямую, без очистки». А это индийский телеведущий говорит. Узнал об этом движении из публикации в социальных сетях, которую сделал голливудский актер Леонардо Ди Каприо. «Я чувствовал себя немного виноватым за то, что здесь так грязно. Никто не очищал пляж. Люди просто выбрасывают мусор, а очисткой никто не занимался. Все только и ждут, пока власти придут и очистят его сами». Волонтеры планируют очистить еще 18 пляжей по всему Мумбаи. На этом пока все. Больше свежей информации в 17 часов. До встречи в эфире. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»